Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся, она говорит Маруся Лайф. Мы сейчас, сейчас, мы только что читали комментарии, и, конечно же, хотим немножечко по комментариям ответить, потому что люди действительно по своей сути очень правильно, по идее, написали про то, там немножко мы почитали про чувство счастья, про то, как ощутить себя в празднике, но это, конечно, никак не играет роли, между прочим, те же самые долги, кредиты, ипотеки и так далее, не имеют значения, чтобы иметь чувство счастья. Вообще, я считаю, что клянуть себя в том, что я несчастливый человек, потому что у меня куча долгов, это глупее глупого. В итоге почему? Потому что человек сам это создавал своими руками. Как это взять плеть и по себе плетью лупить и говорить, я такой нехороший, я такой плохой, и жизнь у меня такая плохая, потому что кредитов понабрал. Вот, по идее, каждому так надо сделать, потому что обвинять себя, вернее, обвинять жизнь в том, что все так плохо и все так нехорошо, но при этом у меня куча кредитов и долгов, это, ну, глупо. Ну, кто их создавал, эти кредиты и их долги для вас? Не дядя Лася же вам пришел и сказал, у вас куча теперь долгов, а вы сами взяли, вот и ваша проблема. Поэтому человек должен сам, в первую очередь, осознавать, в чем проблема его, а не на кого-то сваливать. И это, естественно, не дает возможность ему ощущать счастливым себя. Хотя эти люди и в долгах себя счастливыми ощущают. Ведь счастье, оно не зависит от того, какого у вас положения материального, абсолютно не зависит. Есть люди, у которых вообще нету никаких доходов и не ощущают себя счастливыми. Все это зависит от вашей головы, как вы ощущаете свое счастье. А проблема, конечно же, ипотеки, кредиты – это такая песня уже, я думаю, что это у нас, знаете, уже как мантра, которая сработала на всех. У нас, что ни коснись, каждый второй имеет кредиты. Ну, честно вам скажу, ну, кто вас навязывал, вам эти кредиты, кроме вас самих? Вот я, допустим, не беру кредиты. Принципиально не беру кредиты, потому что для меня это, я считаю, абсолютно неприемлемое отношение к бюджету своему. Потому что я понимаю, я не заработаю столько, чтобы взять, а потом еще и отдавать. Я то, что зарабатываю, на это и рассчитываю. И кредиты для меня, это абсолютно не играет роли, чтобы приобрести что-то. Если мне нужно что-то приобрести, я, естественно, делаю. Если эта покупка дорогая, допустим, ну, имеет определенное количество суммы, такое, что сразу ее нету, я буду откладывать. Да, это может быть год, да, это может быть два, но я буду откладывать, если она мне необходима. Но я не буду брать кредиты, потому что я понимаю, что это меня затянет в кабалу, которая, ну, зачем нужна, по сути. Но есть другие ситуации. Ну да, но есть ситуации, когда вот внезапно вот человеку необходима какая-то сумма, и ему деваться некуда. Он, естественно, пойдет, возьмет кредит. Ну, извините меня, когда человек зарабатывает те же самые копеечные 20 тысяч, да, и берет кредит на 100 тысяч, и я считаю, что человек даже при 20 тысяч, 100 тысяч, и для него это уже много. А некоторые умудряются полмиллиона брать. Нет, ты чем отдавать-то будешь? Потому что ты не 20 тысяч будешь отдавать. Вернее, не всю сумму вот эту 20 тысяч. Тебе же жить надо на что-то. Он из всей этой 20 тысяч от силы отдаст 5 тысяч, способен отдать. Потому что коммуналка, мелкие платежи, еда, жизнь. От силы он может выделить 5 тысяч. Ну и рассчитывай на то, что ты можешь взять кредит такой, на который ты сможешь только 5 тысяч выделять. Я вообще не ругаю людей, что они берут кредиты, но и не оправдываю абсолютно. Потому что вот я вот живу на этой земле не меньше других, и кредиты существуют в нашей стране довольно-таки уже довольно-таки много. У меня еще ни одного кредита не было. Как мне сказали, у вас будет испорченная репутация. Вы должны взять кредит. Я говорю, не брала и брать не собираюсь. Как говорится, хоть и не зарекаются, но я не собираюсь. У меня нет необходимости в кредите. Кредит, необходимость, это в том случае, обычно у людей сейчас, хотелка, когда человек что-то хочет. Вот лично, что я хочу, я сразу соотношу свои доходы. Если мне доходы позволяют это хотеть, то я покупаю. Да, мои доходы позволяют мне ходить в магазин, не в бутик дорогой, а в светофор или в маяк. Я хожу в светофор или в маяк. Да, я хожу в фикс-брайс, да, я хожу в пятерочку. Потому что мне позволяют только на это. Ну, я и, соответственно, меняю свой образ жизни к тому, сколько я зарабатываю. Я, естественно, заранее заготавливаю себе продукты питания, делаю закупки оптовые, выращиваю на огороде, потому что понимаю, что я должна экономно относиться к бюджету, но нет у меня возможности заработать больше. И кто-то там скажет, да и у вас Ютуб кормит. Ну-ка сядьте-ка на Ютуб, я посмотрю, как он вас покормит. Многие, почему так говорят? Потому что в свое время, когда Ютуб монетизировал, действительно, в свое время монетизация, когда была в России, там действительно были хорошие оплаты у людей, люди зарабатывали на Ютубе. Сейчас вообще ничего нету на Ютубе. И многие блогеры просто живут на Ютубе просто по привычке. Ну, нам просто нравится, нам действительно нравится этим заниматься, тем более есть много идей, много информации, которую хочется поделиться, поэтому мы держимся здесь. Но мы ничего не зарабатываем, как многие подумают, тут миллионы копаем. Нет, милые, такого нету. Ну, а так вообще, конечно же, все зависит от человека самого. И не надо никого винить. Тем более искать счастье в деньгах, в доходах. Счастливым можно быть, даже если у вас взади висит огромный груз. Конечно, тяжело радоваться жизни, когда есть какие-то напряги, это само собой. Но самое интересное, что каждый человек создает вокруг себя то, о чем обычно и думает. Вот, кстати, по тому, как люди разговаривают, какие мысли выносят, можно понять, какой человек, какая у него жизнь. Вообще нужно стараться, конечно, о хорошем. О хорошем думать. Если вы любите смотреть всякую фигню, вот я иногда поражаюсь, у меня вот этот телевизор, я вот иногда говорю, я бы взяла вот это телевидение все и полностью вот просто убрала, потому что там такой билибердон, начиная от новостей, кончая вот этими всякими телешоу. Людей превратили в монстров. Люди под это все играют, и вся жизнь у них как театр. Элементарно нужно себя хотя бы видеть в другом области. Я даже, вы знаете, некоторые женщины, подсевшие на всевозможные там программы, которые там проверяют ДНК, там ищут всяких своих, и устраивают там скандалы, они начинают даже в своей семье это выводить. И я думаю, ну, е-мое. Это приводит к чему? Что люди, впитывая это, все это дерьмо, сами же становятся такими же. Зачем? Объясняйте. Зачем? Подстраиваться под кого-то, делать как все. Живите своей жизнью, обычной своей жизнью. Радуйтесь тому, какая у вас дома семья. Радуйтесь своему мужу, радуйтесь своим детям, радуйтесь своим животным. Не смотрите вы на сторону, как у кого-то, чего-то. Вы своему радуйтесь, ведь вы создаете свое, и свое должно радовать, и тогда счастье будет у вас, и праздники будут, и радость будет. Если вы не будете смотреть по сторонам, нужно немножко ближе смотреть, чем хотелось бы. А у нас такое ощущение, что люди вокруг себя вообще ничего не видят, а вот все далеко-далеко глубоко. Нужно немножко, конечно, под свои ноги смотреть. В жизни-то ничего такого простого-то не бывает. Ну, вот оно. Собственными руками мы создаем все вокруг себя. То есть, если вам плохо, значит, вы сами это создали. Поверьте, никто со стороны вам это не создает. Есть, конечно, вещи, о которых можно сказать, что да, со стороны пришедших, но это очень редко бывает. Случаи просто. А так все создаете вы. И относиться к этому нужно так, что я сделала, значит, я должна исправить. Держим вот, как вы будете делать.